День 77, 29 сентября, воскресенье. Магазин игрушек Вуденхорс пожертвовал детскому дому грузовик игрушек. Мэри обещает разобраться с водным кризисом. За городом пройдет авиашоу. И начнем мы 77 день с того, что я скажу, это хорошо, что я перестал выкладывать видосы на ютуб, потому что там столько троев старов развелось. Просто капец. О, так хочется им сказать знаменитую фразу. Ладно, не важно, погнали. Хорошо, что зашел в кабинет, почитать больше не буду. Меня пригласили в массовку в одном ТВ-шоу. Я всегда мечтал пасть на телевидение. Можно меня отгул? Нет. Если кому устал, я едва держусь на ногах, могу пойти. Думаю, ну давай, вали. Я всю ночь не могу уснуть, сейчас выхи что-то звенит. Можно меня отгул? Нет. Пошел вон. Работаем, работаем. Что у нас сегодня? Олд Мирк Борич. Мафия, ого. Каин. Ладно, давайте 50% отдадим подчиненным, чтобы не орали. 45-летняя Мария Камила Солис, уборщица в мэрии, была жестоко убита у себя в квартире. Окей, Кросс Фоус. Погнали. Больше все равно занять нечем детективов, можно увольнять вообще. Честно, а тому, кто пошел домой, его можно уволить? О-о-о-о. Окей, че у нас там? Что к обращению с животными? Школьник утверждает, что на урок биологии завелся донтист, стал разделать живых лягушек в прямом вообще древле. Понятненько. Позвонил преподаватель университета и сообщил, что студент первого курса вышел к доске во время лекции, снял штаны и спрошнился перед приемлемой всей аудитории. Кажется, это был некий обряд посвящения, нормально. Надо еще списаться и автозак отправить, чтобы поржали над ним. Знаете, я как-то не хочу идти против мафии, знаете, я научен этим, потому что можно просто поливать рядом с домом лужайку, а потом приедут итальянецы толстые, и из-за того, что им нужно денег, они захотят бабла. Больше убьют меня. Джек, все хорошее, когда они кончаются. Фрибурги становятся холодновато, да и работа моя окончена. У тебя совсем мало времени, чтобы разыскать меня. Обещаю посылать тебя в лысину при встрече. Чувак, у меня уже нет лысины. Я подстригся. Или там нарастил. Шеф, давайте, наконец, поймаем дантиста. Выберите по правильному кадру отказывать убийство, чтобы начать восстановлять метод убийства дантиста. Окей. Ну, мне сначала нужно, как бы, здесь сюда сгонять, чтобы улику получить. Так. То есть, одну из трех, да? Окей. Ну, здесь, понятно, оранжевая куртка. Здесь машинка, значит, дубинкой бил. Так, здесь что? Цепь, значит, наручники. А здесь... Так, явно не перчатки. Блин, а что из двух-то? Я откуда знаю? Ремень или веревка? Чем он душил-то? Хер просышь. Ладно, сначала это нужно еще найти. А здесь что получается? Он прицепил, завязал глаза. Какой-то поводок здесь. Чепчик нацепил. What the fuck? Явно не это. Магазин фурфур. Кондитерская фабрика. Дом присорелых. Мост. Магазин спортивной обуви. Стрип-клуб. Парикмахерская... What the fuck? А, я, кстати, забыл посмотреть вот здесь. Что это? Стрип-клуб? Посмотрите, чувак голый. Так, ну ты, понятно, все сделал. Здесь что? Школьники хотели сорвать контроль, выдумали всю историю. Магазин фурфур точно нет. Кондитерская фабрика. Вряд ли дом престарелых. Может быть, мост точно нет. Магазин спортивной обуви. Я что там ничего не увидел на... Стрип-клуб, вот, может быть. Скорее всего, стрип-клуб. Или парикмахерская. Парикмахерская Гаргон. Во, это голова Медузы. И все от нее, видите, такие... О, отпрянули. Это голова Медузы. Так что, скорее всего, парикмахерская. Ну, знаете, Медуза всех останет, поэтому они все обосрались сейчас от этой головы. Да, это парикмахерская. Парикмахерская Гаргон. На название надо смотреть. Да, где же мой итальянец-то и толстый? Толстый итальянец. Итальянец толстый. Итальянец толстый. Толстый итальянец. Оп, все-то пролагало. То есть, правильно я пошел, да? Мы нашли спрятанную датистам улику. У тебя уже есть все, что нужно, Джек. Смотри внимательно. Ну, зашибись. Вообще классная улика. Ну, я думаю, что да, у меня есть все, что нужно. Улика эта выбираем. Затем здесь дубинка. Здесь наручники. Так, а вот здесь я хз. Ну, допустим... Вот это, допустим, я хз. Так, а вот здесь еще. Явно не чепчик. Но вот про это ничего не было вроде как в материалах. Так что, по-моему, он завязкие глаза. Да, по-моему, они все завязанными глазами были, если я не ошибаюсь. Наверное, что выбрали нужные кадры. Йеп. Так, на дверях и окнах нет следов взлома. Жертву либо знал маньяка, поэтому впустил его в дом, либо он прикрелся кем-то безобидным. На месте убийства не обнаружил никаких вещественных улик. Окей. Сначала женщину оглушили тяжелым ударом в лицо. Потом маньяк отнес женщину на кровать. Раздел чем-то, закрепил ей руки в изголовье. Смерть наступила в результате удушения. Сразу после этого убийца нас хоть просправил ротовую полость жертвам. То есть в этом порядке они должны быть. Эксперт по крови. Для расцверливания... Декстер, что ли? В ротовой полости маньяк применил электрическую дрель. На это указывает характер близко, кроме на кровати, на полу и на стене. На косяке входной двери тоже обнаружено несколько капель крови. Они появились там, когда маньяк оглушил женщину сильным ударом в лицо. Дантис. Белый мужчина 50 лет импотент. Он зачарован женским телом, поэтому он раздевает своих жертв. В то же время он ненавидит женское тело, потому что не может им обладать. Его фиксация на области рта указывает на то, что он был оскорблен некой женщиной на почве импотенции. Теперь он лишает женщин голоса. Душ тихо потом разрушает место, где рождаются звуки ротовой полости. Ахереть, чувак. Как все плохо. Джордан Доусон. Официальное трудоустройство отсутствует. Приводы в полицию отсутствуют. Живет в парке трейлеров. Сейчас мы просто всех пойдем туда. Джек, нам удалось выяснить личность дантистом, но мы не можем арестовать его прямо сейчас. Сам знаешь, наше расследование неофициально, а все эти улики могут и не принять в суде. Поэтому нам нужно взять дантиста на горячем. Я отправлю самых надежных парней следить за его трейлером 24 часа в сутки. Когда этот ублюдок сделает очередной ход, они будут неподалеку, чтобы заглушить его дрель раз и навсегда. Это все? 7 тестов, прогресс. Вы начинаете тоже. Всем кушать. Все. Вот ты дай, дай свою пиццу. Корочку ешь. Корочку ешь, падла. И лед сожри из кока-колы. Скотина. Господин Бубай, я хочу попросить вас о небольшой услуге, которая может вас сильно озолотить. Просто пошлите ко мне в магазин двух полицейских, которые сделают твит, что пытаются остановить ограбление. Я подчеркиваю, грабители должны уехать с места преступления в целости и сохранности вместе с кушем. Нет, я, пожалуй, откажусь. С улицы видно, что подозреваемый сидит за столиком в углу и спокойно ест свою пиццу, рядом с которой лежит пистолет. В зале помимо преступника еще около 10 человек. Позвони в пиццерию и попусти телефон у мужчины с пистолетом. А, дождаться, пока подозреваемый выйдет на улицу. Еее, гражданский невредимый. Найс, спецназ вообще работает отлично. Изи катка для спецназа. Съездили туда, съездили сюда. Изи день, изи лайф. А че-то как-то не пошли сюда. Ты охерела, что ли? А можно я ее пойду и захвачу нахер? Че за бред просто? Кража. Шеннон Уолдроп устраивала в своем доме, примерно для богатых друзей, на который пришло около 30 человек. Ближе к концу, когда слуги начали мыть посуду, они заметили, что не хватает около 10 серебряных столовых приборов. Дом еще никто не покинул, так что вор все еще здесь. Пэйдэй, маддафака! Позвонил пенсионерка Марта Мир и пожаловалась на свое сведо Роберто Моралеса. Я давно не встречал его жену, а вчера ночью заметил, что как он закатывал что-то у себя на заднем дворе. Сегодня спросил, где его жена, он примерно что-то про командировку. Боюсь, что он что-то с ней сделал, я слышал, они сейчас ругались. Я, пожалуй... Лучших расследователей. Массовое убийство, охереть. Несколько мужчин в камуфляжной форме зашли в ресторан с большой спортивной сумкой. Они сделали заказ, поели, достали из сумки оружия и открыли огонь во все стороны. Охерительно. Естественно, у меня все где-то в жопе. Обалденно. Да блин, даже если бы я... Даже если бы у меня был весь штат был, я бы не смог сюда отправить людей, в принципе. В принципе. Гости заканчивают есть десерты, без следоват от политики. Попросите гостей, у которых есть сумочка, против отдельную комнату. Никто не уйдет домой до тех пор, пока мы не идем вором. Так, попросите гостей, у которых есть сумочка, против отдельную комнату. Один мужчина, возмущенный в ситуации, вскакивает и кричит, что он достопочтенный господин и не намерен участвует в подобном цирке. Убыскать его. Воспользовавшись паникой, один из гостей встал и тихонько стал отходить к черному входу. Попросите у хозяйки бокал шампанского. Мужчина, что вы там с собой уносите? Бросите за беглецом. Догнали хоть, да? Догнали, отлично. Кого-нибудь затыкали вилкой? Миссис Моралес до сильной командировки, а то и ночью Роберто ЗК посажен цирос. Фак. Ну мне не хватило бы пятерых, тут 10 нужно, просто весь личный состав. Изнасилование. Марсена Павлок сообщила, что слышала шум и критки с хоседней квартиры. Она смогла разобрать слова мужчины. Я сейчас найду, чем заткнуть тебе рот, шлюха. Мисс Павлок добавила, что в той квартире живет парень, у которого не постоянно какие-то проблемы с законом, и она неоднократно видела его с оружием в руках. Так, окей. Спецназ нужен? Нет, найс. О. Найс, они справятся, я уверен. Это последнее, наверное, дело на сегодня. Ну нормально, вообще, 77-й день. Донтиста поймали? Поймали. Ну людей тут поубивали, ну бляха-муха, я вам кто-то. Спецнез, что ли, нахер туда гонять? Полиция, ма-ми-ми? Я вообще хз. Милиция пояпий. Давай уже там быстрее. Чего до трех ночи едете туда? Внутри квартиры заплаканная голая девушка лежит на диване, рядом стоит парень с пистолетом, он целится в полицию. Немедленно бросить оружие! Здесь, наверное, есть заведомо неверный вариант, но слишком тупой, если честно. Отличненько. Поработали просто шикарно. 78-й день, 30 сентября, понедельник. Жестоко убитая Мария Камила Солис была сотрудником мэрии. Сокопятилетняя сотрудница мэрии убита маньяком. Жертва Донтист становится все старше. Опять мэрию что-то не понравилось. Да я на одно задание не успел, мать твою! За все приходится платить. Твою-то мать! Ну убили гражданских, ну подумаешь. У меня умер сосед, его жена попросила помочь с похоронами. Отпустите? А ты уж проси японец, но нет. Так, лычки. Кому же отдать-то, а? А вот давайте всю Азману отдавать. А, уже нельзя, серьезно. Трех раз только можно повышение получать. Окей, ну тогда, тогда Азаки. Барселона пусть сосет булки. Так, а когда у меня там 2 октября, да? Обновление каталога. Клини 2 октября опять что-то случится. Я не смогу послушать новую музыку, судя по всему. Так. Опять это дело? Ну ладно, случайно. Ну и хер с ним, пусть будет оно. Она хорошо подходит к расследованию шефа полиции. Ну, вот это я заберу себе. Потому что идите в жопу, вот почему. Джек, у нас замечается дело в бизнес-центр в 15.00. Мы не хотим, чтобы полиция все испортила. Я думаю, тысячи долларов хватит для такого рода просьбы. Бизнес-центр в 15.00. Окей. Я пропущу. Давайте баблишка-баблишечка. Я, вы надеюсь, никого не убьете там, хорошо? Пожалуйста. Ну что вы начинаете тут сразу? А что, воровать, грабить и насиловать будем? Нет сегодня? Так, а что у меня так мало людей-то, кстати, здесь? Хм. Кстати. Окей. Ничего, живем. 92 тысячи, осталось еще 400, чтобы купить домик. Ну не купит он домик. Ну, поможет ему мафия, потом скажет. На, мол, бери наше ранчо. Оно даже круче будет. Ну и что, что здесь трупы везде зарыты? Виола Корли обратилась в полицию из-за молодой девушки, которая заграет на городском пляже полностью голая. Я пришла сюда вместе с внуками, а здесь, раздвинув ноги, лежит бесстыжие. У-у-у. Барселана, разберись с ней. Я так. Подумался, говорит. Пям-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Покушение на убийство. Владелец галереи пожаловался на ремонтник, который монтировал для нее экспозицию. Я сделал ему замечание, он посмотрел на меня, как настоящий серийный убийца. Будешь сейчас дантистом, и он меня сейчас убьет, уверяет женщина. Почему ты реально убьет ее? Этот дантист вышел? На прогулку. Мэрия, когда ты там давать ничего не будешь? Два дня? Давай, Мэрия, ну не ждись, что ты начинаешь? Забрался с ним? Молодец, Барселона. Не поеду-то я туда, не мигай мне здесь. 15.00, бизнес-центр, окей. Больница Сент-Джона. В больницу пришел здоровый мужчина, чтобы проведать Кристофера Роудса, но его не пропустили, так как числи для посещения закончились. Мужчина начал кандалить и ударил миссис Тру. Давай, Кэмп, ударь Азмона, в общем, и покажи, как надо бить на самом деле. Мемоник, кому не угрожал. Ну да. На стокового брокера Джерома Феннигена прямо в офисе напал недовольный клиент. Джерома удалось вырваться и запереться в туалете. Напавший пытается выломать дверь. Я надеюсь, что он не пытается его бить. Ничего, я не иду против мафии. Чего, что-то такого. Тысяча долларов на дороге не валяется. Возрительный индивидуум. В больницу пришел мужчина с рваной раной кисти. Он утверждает, что повредил руку дрелью, когда что-то сверлил дома, но я ему не верю. Профильный он вылитый дантист. Порча имущества. Группа защитников природы собралась у магазина мехов. Или мехов. И начала бросать камни в витрину. Сейчас мы разберемся. Только... А хотя пятеро. Сгоняет. Поехали. Подозреваемый арестован, но все время сопротивляет, требует пустить его проведать пациента. Это мой брат! Он может мне даже до конца недели дать ему мне просто его увидеть! Отвезти его, Павел, по присмотрам. Ну чё. И теперь ты сел на 10 лет. Теперь ты никогда не увидишь своего брата. Вообще, в принципе. Потому что 10 лет в американской тюрьме это то же самое, что... Тысяча лет, в принципе. Массовая бессерятка, на которую я не поеду, да? Из магазина выбегают покупатели и сотрудники. Охранник пытается разумить митингующих. Один из активистов бросает коктейль молотова в разбитую витрину. Огонь наденный охват и восстановлены там шубы. Никому не двигаться, или я с вас шкуру спущу. Вызовет пожарных, набросится на активистов с дубинками. Смотрите одну из зацелёвших шуб на подарок сестре. Никому не двигаться, или я с вас шкуру спущу. Блин, я не успею уже сюда. А, или успею. Вау, отстой. Угу. Мужчина сильно повредил руку дома. И сказал, с одной тинцом, нет ни профиль, ни в анфас. Так, ну-ка, вот правиль. Давайте. Асиро! Озаки! Азман и Барселона. И автосак, пожалуй. Если нужно будет подкреплёж, я отправлю подкреплёж. Какие у него усы-то. Я только сейчас заметил. Я бы облизал. Просто вот эти вот. Просто от отсюда и до сюда так. И вот потом назад так. Шикарные усы. У меня такие же. Всё, готово. Ну, подумаешь, один погиб человек. Чё такого? Зато я здесь всё разобрал. Между прочим, я везде успел просто. Везде сегодня успел. Ну, мафия такая. Ну, ты ещё долго что-то. Ну, ладно. Подумаешь. Просто не успел ответить на звонок. И что, что он висел три часа у меня в день? Просто звонили, капец, три звонили. Ну, не успел, капец. Вот просто зашиваюсь. Вот не туда и не сюда у меня. Ну, чё, донтисты там сделают свой ход слоном. Вот такая неожиданность. Видите, поворот такой. Рокировочка такая произошла. Конь на слона. Всё. Так, я надеюсь, что я на следующий день поставлю другой музык. Так, хрен с ним идите вы домой. 79-й день. 1 октября, вторник. Вот и октябрь подъехал. Наркомания в городе выросла на 38%. Футбольный стадион Moonlight примет концерт в честь дня города. Казино Рубинович, мы не пускаем сумасшедших. Цепь прощена настолько, насколько прощено я самое слабое звено. Вы самое слабое звено, прощайте. Цепь расхерачилась. Чё, никто не хочет проситься? Серьёзно? Вау, да вы вообще чё-то какие-то серьёзные ребята. Давайте-ка мы послушаем White Russian. О, завтра новые кассеты приедут, отлично будет. Сейчас бы ещё вспомнить, какие это кассеты. Так, чё-то у нас. Эм. Чё я так купил-то? Watercolor Grace и Take a Walk. Watercolor Grace и Take a Walk. Окей. Так, чё у нас здесь сегодня? 7 часов утра, нет одного преступления. Вот этот поворот. Я поражён. Ну давайте. Ну и завтра ещё и мне дадут всяческие прекрасные запросы, отлично. И сейчас 50 сразу преступлений. Угу. На, квартирный дом. Заплаканная Роберта Лин сообщила, что сосед последние несколько дней что-то сверлил дрелью из разозлившейся от постоянного шума. Её муж Дерек пошёл разбираться. Мужчины не нашли общего языка, и супруга, и супруг миссис Лин получил дрелью в живот. Дерек Лин сумел вернуться домой и запереть дверь, но сосед сейчас ломится к ним в квартиру и столкнул. Ну, я думаю, что Робинс, Куач и Поп разберутся втроям. Изи. Скатает. Качаться-то всё равно нужно, а других вариантов-то нет. Просто там сексофон мучают на заднем фоне, капец. Сексофон аж раздираясь. Сейчас такой, да, давай. Суть вас, главное, серьёзнее, чем мы думали. Запрашиваем подкрепление. А мне ещё там говорили, что лучше не стоит отзывать народ, если бомжи какие-то нападают. Ну, давайте я отправлю вертла и дурака. И дурака. Отправляем. Порчу имущество. О, двоих хватит. Женщина заметила школьников, которые сбегают в телефонные будки, открывая и отрывая трубки у телефонов. Мне кажется, они соревнуются, кто больше соберёт. Оторванные трубки, они складывают в портфель и со всех ног бегут дальше. Сейчас сама тебе не поедет, да? Ну, ладно, хорошо, гранд-шоу. Вперёд. А можно, как бы, преступности свои, чёртовы преступники, распилить на везде? Пожалуйста, что вы в одно и то же время начинаете, самое, курлесить-то, а? Вы хотя бы на банк нападаете тогда, когда он открыт, а не в 7 часов утра. Как это бывает у вас. Знаете, уже успели сгонять, а эти такие сидят и ждут подкрепления. Они такие, чувак, нам нужно подкрепление. Ну и хорошо. Драка на пляже. Семья пришла на пляж и заметила, что возле воды собралось несколько серферов, которые агрессивно спорят друг с другом. Приезжайте, они сейчас подерутся. Я думаю, что это ложный вызов на самом деле. Так что я туда даже отправлять никого не буду. Ну подумаешь, серферы. Ну я и не успею, в принципе. Хотя... Э, нет, это ложный вызов. Ну, ладно. Окей. Это был не ложный вызов. Хорошо, что никто не убит. Ты знаете, там... Доской для серфинга только... Ну, тебе, тварь! Похаре. Перестрелка в центре города. Вот и другое дело. Многочувственные очевидцы сообщают, что в центре города столкнулись два больших черных джипа. Оттуда выскочили вооруженные люди и стали стрелять друг в друга. Чпич! Хорошо. Попу надо прокачиваться. Давайте. Мы прямо здесь уже. Прямо рядышком. Под зрительным индивидуумом. Две девушки возвращались из клуба и увидели на улице... Может... Серьезно? В 17.39 возвращались из клуба? Вы кто? Вам 12? Какой клуб по вышиванию? Мы сразу же убежали, но вдруг он подкарулит Еще кого-нибудь волнуются девушки Ну, это может быть ложный вызов Но я уже не успеваю Перестрелка важнее Под воротник стоял, манекен выброшен Из магниной одежды Списали, чтобы меня запутать Стрельба И на школьной дискотеке в спортзале Раздались выстрелы Один из учителей упал на пол с дырой в животе Началась паника на выходе из спортзала давка Никто не знает, кто стрелял и что вообще происходит Из-за истерики сообщила школьница Очевидец Мы назад успеем, нет? Найс Добыча автоматическое оружие Попросить мафию продать, пожалуйста Я даже на стрельбу успею, офигеть И даже с песня Сейчас работаем, работаем Let's go, let's go, let's go Так 6 нужно, да? Давайте сгоняют Вот эти ребята из спецназа Я уверен в них Они смогут Раскатают Ну еще и поп Ну это же дети Но хер его знает Дети вообще Убийство Окей Кения Андерсон сообщила об убийстве На улице стоял курящий пожилой мужчина К которому подошли два молодых человека Попросили сигарету Мужчина ответил, что не курит Тут же развязалась драка Старик сразу успешно сумел отбиться от напавших Но один из них достал нож И воткнул его мужчине в грудь Парни тут же скрылись за зеленой дверь неподалеку К пострадавшему подбежал рыжий продавец хот-догов Пытался ему помочь Но кажется, было уже поздно Я пока же не поеду сюда Потому что вдруг нужна будет подмога Я в самую последнюю секунду поеду В самую последнюю Или тут подмогу нужна будет, хер их знает Вы не можете разобраться с детьми? Или все-таки отказаться? Нет, я отправлю, окей Хер их знает Дети больные Вообще психи какие-то Ну, преступник скрылся Чувак может быть жив В хз Со спецназом Они поехали с крутым спецназом В пятером и не могли Аааа Боже мой, что за офицером не работает О, господи, да боже мой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому